а мы тут приехали приехали мы знаете куда на место моей мечты которая мы с миланой два года назад нарисовали картину где мы хотим где мы хотим дом пас понимаете какая красота тут и от батуми представляете всего лишь 7 минут ехать четыре с половиной километра от центра батуми я хочу тут дом это прям прям вид моей мечты так что ребята кто хочет по соседству с нами тут жить у нас вот человек строитель собственник просто волшебно подписывайтесь обязательно на канал кто еще не подписался канал у нас о жизни в батуми о том как мы здесь живем работаем и оказываем помощь людям которые сюда хотят приехать познакомиться с грузией познакомиться с батуми оказываем сейчас консульт консультационные услуги еще и по турции и партнеры к нам постоянно обращаются сейчас будем проводить прямой эфир еще с северным кипром так как сейчас большая миграция идет и люди хотят приобретать недвижимость и в грузии и в турции и если есть такая возможность финансовая конечно там и вас можем проконсультировать и рассказать и плюсы и минусы этих замечательных стран в нашем управлении находятся студии двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера шикарным видом на море ортопедические матрасы размера king сайз все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни апартаменты сдаются посуточно но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты пишите нам в отца и если вы собственник апартаментов орби-сити вы можете также договориться с нами о сотрудничестве не забывайте подписываться на канал потому что из-за моих политических высказываний я попадаю в теневой бан и вы мне очень поможете если поставите прям сейчас лайк напишите какой-то комментарий в поддержку меня нашего канала вот очень буду вам признательна 620 на 8 620 615 вот так будут играть 48 48 51 51 балконы наверху балкон мы еще корректируем может чуть больше будет ну ну сейчас идет расчет вот такой 150 и 200 квадратов вот это как раз там где заканчивается вот это вот это есть поднимется это потом с той стороны этот гидроизоляция поставится эти как-то моего дренажей поставятся и потом засыпка пойдет и второй и второй ярус тоже повод как раз то это и будет и воски стенка во втором язву если тоже так же сделается здесь будет не второе за вот за это после первого этажа от внутри тоже под через три метра сделаются еще стенка эта стенка подымется где-то на четыре метра там уже это не то что подпорная будет это вторая стена отдельно подпорную стену вы не делаете вот это это делается вот здесь поэтому она так вырыта здесь метр шесть метр двадцать чем-то еще еще вырезать врезаться будет стены еще врезаться там специально сейчас трактор завтра мы привозим но здесь что все подготовить и начать а это вот когда вот это закончится раз начнем это тоже заливать если видите вот здесь вот этот вот как-то моего земля это не земля а это уже вот такой вот отсек до трамбовать будем у нас мы сюда еще здесь еще 60 сантиметров поставим вот этого специального здесь внизу у меня ушло 22 мы там внизу сделали утрамбовали щебень я даже вам покажу вот так и он выходит вот так вот нас какую глубину на почти на 80 сантиметров вы щебень утрамбовали на него даже искать скальная порода порода ломаная специальная скальная порода мелко ломаная вот ее трубовали дома и там и на него и потом на него уже платформу залили с одной стороны это походу является дренажем сам тоже и сделали выводы 3 типа дренажная стой вот той стороны когда сейчас пустимся я покажу поймете и вся вода которая под низ проходит голос горско то стекает вот это все она все равно собирается при дожде она уходит прямо под низ и вниз практически вода не останавливается вот это решение мы принес сразу продумали потому что если где красиво ах ты ресторан грит с бассейном с девочками будет короче вот такой вот первый ярус второй ярус покажу вам проект арабские ночи будут там проходить где вот здесь на и сопки если там видишь какой вид точно не меньше не меньше вид здесь тоже деревья мешает сейчас есть все деревья срежутся эти все деревья на этой территории а это все вот здесь ресторан бассейн будет бассейн с таким ребенком получается бассейн вот для тебе для коттеджных этих домиков будет вот здесь через дорогу раздевалка через дорогу баня через дорогу раздевалка. Как я люблю. Через дорогу раздеваю. Прямо через дорогу задеваю. Зачем свай? На подушке. Зачем свай? Просто арматура завязана и все на нее залито. Это такой дренаж 70 сантиметров, ты говоришь 80? 70-80 сантиметров, где 80-90. Но самое интересное сейчас скажет Рауль. Да, здесь есть дача великого вождя советского народа Йосифов Виссарионовича Сталина. Так это ж отец. Отец всех. Пошли. Пошли. Смотри. Вахтан. Дачу Берии надо посмотреть. Они строились рядом. Мы на эту дачу даже аджику отправляли. Моя семья, моя бабушка, когда аджику готовили, когда приезжал Косыгин. Короче, бабушка почву подготовила. Да, бабушка она хорошо подготовила почву. Прогрела, прогрела. Иосиф Виссарионович отписал часть земли. Отец как это, детей и нефтяников, да? Иосиф Виссарионович наоборот получил землю от нашей фамилии. То есть он вам торчит? Да. Он уже серьезная занята. Да, вот здесь тоже. Гортензия. Гортензия. Да, собственно, персона. Здесь только здесь еще не заценивался. А ей больше ста лет. Больше ста лет Магнолия Виколаевс. Она здесь поселилась. Она как раз тогда и была. Так а бабушка где жила, Рауль? У нас дом. Мой дом тут ниже. Так он до сих пор есть дом? Да, конечно, живем мы здесь. А, да это что? А это удача депутата Российской Думы. Российская Дума? Да. Вот это? По соседству. Не забыл, наверное, что она у него есть. Не, не забыл, как он заводит. Посмотрите, какая Магнолия действительно вековая. Она огромная. Слушайте, в Батуми, в Батуми тоже таких Магнолий. Да, вот таких вековых. Я вот толстых видела, а вот таких больших не видела. Это Магнолии, вековые Магнолии. Сам бензина хотел их забрать. Вот эти? Да, но что-то не дорешили. Так что здесь красивые. А вон бамбуковая роща. Известная бамбуковая роща. Вместе с дачей Сталина. С дачей Сталина. Там 17 гектаров земли. Сейчас эта дача принадлежит, сейчас она, я прекрасно рассказываю, она принадлежит Нуролу, владельцу Широтона. А владелец здесь нигде не живет, параграфа? Нет. Нам надо. Нет, ты имеешь ввиду бензин? Да. Бензин реально. Ну, было бы неплохо, если бы он здесь. По соседству, да? По соседству у меня приехал бы. Место-то хорошее. Что ж он там? Деревья хотел забрать, а... Ну, пускай место берет. Место не присмотрел себе. Нет, ему больше нравится Шиквятили. Шиквятили, да, это... И вот здесь бамбуковая роща. Место царских дач. Цихидзири, да? Шиквятили, царские дачи. Цихидзири, это совсем другая. Да, это Николаевские дачи там. А, Николаев, да, Николаев. Так, а это что? Вход куда? Собственно... А, да? А что там сейчас? Что там сейчас? А там сейчас вот владельница Мурола. Его охрана, его ребята. Охрана. Гамаржаба. Охрана. Утром рано, стоят охрана. На охрану. Всё, жарко. Дача Сталина. Посмотрите, тут какой-то. Просто волкодав. Да? А сейчас начинал Мурола. Это Берия и Сталин. Приходили здесь отдыхать. Да, вот там. И на видео снимаете, да? Да, да, она запись делает. Ютуб потом будет. Смотрите, какая бамбуковая роща. Да ты чё? Слушай, место классное. Да? Посмотрите, как волшебно вообще. Да, прям птички. Чирика. Такая красота. Нереально. И воздух такой, прям растительностью, тропиками, прям влажностью, растительностью пахнет. Влажные леса. Проглядные. Угу. Угу. Ребята, я вам сейчас такое покажу. Такое покажу. Мы просто чуть-чуть отошли, несколько метров от участка. А тут посмотрите, какая прекрасная бамбуковая роща. Это просто нереально красота. Они просто такие огромные. Это просто какая-то сказка волшебная. Вообще, я как будто в сказку попала. Представляете? Дача Берия. Это вам как бы не просто так. Красота. Рауль, расскажи, что здесь было, ты говоришь? Подземный вход? У них здесь была в даче, по рассказам старых людей, была специальная подземная линия, которая выходила прямо на Батумский морской порт. И возле Батумского морского порта раньше было отделение НКВД. И прямо в НКВД. В НКВД? Да. Отсюда? Да, до НКВД было там. А эта дорога на ней по машине? На машине они ездили? Ну, не знаю какая подземная, но достаточно большая подземная дорожка была. А сколько тут до НКВД? Метра? До НКВД, наверное, километров четыре. Километра четыре? Да. Но пешком-то они всяко не ходили. Ну, значит, какое-то... Средство... Тачанка такая была, да? По железной дороге. Здесь остаток этого туннеля, даже если вот там, значит, получается, там настолько большой, там свободно пять человек, вот так могли бы стать. Значит, у меня бы какой-то транспортное средство. Это однозначно. Просто после того, как война закончилась и сменилась власть после пятьдесят шестого года, здесь, наверное, все вот в этом туннеле все прошли, пришли выпады. Вот, значит, за ней ненужностью они были выпадки. А здесь, вот на этой площадке, вот это что вы видите, это оказывается, здесь было старое-старое какое-то кладбище. Здесь было также и греческое поселение в свое время, и вот их тоже кладбище здесь были, вот на этой площадке, вот здесь. Но потом, когда дачу Сталина поставили, это все убрали. Осталось... Ну, дача здесь, значит, около семнадцати гектаров. Чудведи гектары яхт, хуамитас. Чудведи гектары. Семнадцать гектаров земли. Здесь и всякие там бамбуковые рощи, вот эти старые. Как ботанический сад, да, такой в мини? Не менее, не менее, чем ботанический сад. Ботанический даже меньше, наверное. Здесь практически завезена такая флора, что может и в ботаническом саду даже и не быть такого. Да вы что? А. А, она? Батанический гектар, да? А. Ботанический гектар особя сюда? Да, Ботаникус, магазин ahс, 2020 семь лет. Здесь Servоз, видимоel это美味. Гектар? Да. Но мировых это красивые другие сидfastы сначала укладμαι, там наши highly back items. Справа собаки с родственниками там не entrar на практике. 126 гектаров Они сюда приезжали и не по этой дороге шли А вот и по этой дороге они шли Вот эта дорога была, вот здесь была старая Эта дорога сделана еще в 80-х годах Я даже помню, когда эта дорога Да, вот эта дорога и снизу проходила Самая первая государственная дорога вот отсюда проходила Потом в 80-х годах Я даже помню, негры здесь работали Да, да, да Взрывали и там все Здесь дома были, колхозные дома Колхозные дома были Здесь колхозные дома стояли, их убрали И, короче, поставили Деревянные, похоже, стояли здесь колхозные дома Это еще Революционные дома, можно так сказать Стояли деревянные, люди жили там Типа казар, да, что-то такое Подписывайтесь обязательно на канал, кто еще не подписался Канал у нас о жизни в Батуми О том, как мы здесь живем, работаем И оказываем помощь людям, которые сюда хотят приехать Познакомиться с Грузией, познакомиться с Батуми Оказываем сейчас консультационные услуги еще и по Турции И партнеры к нам постоянно обращаются Сейчас будем проводить прямой эфир Еще с северным Кипром Так как сейчас большая миграция идет И люди хотят Приобретать недвижимость И в Грузии, и в Турции И если есть такая Возможность финансовая, конечно Мы вас можем проконсультировать И рассказать и плюсы, и минусы Этих замечательных стран В нашем управлении находятся студии Двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера С шикарным видом на море Ортопедические матрасы размера king size Все номера укомплектованы бытовой техникой И всем необходимым для комфортной жизни Апартаменты сдаются посуточно Но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок Чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты Пишите нам в WhatsApp И если вы собственник апартаментов Орби-сити, вы можете также Договориться с нами о сотрудничестве Не забывайте подписываться на канал Потому что из-за моих политических высказываний Я попадаю в теневой бан И вы мне очень поможете Если поставите прямо сейчас лайк Напишите какой-то комментарий В поддержку меня, нашего канала Вот очень буду вам признательна Подписывайтесь на канал, шерти Не забывайте ставить лайк Шерти обязательно, обязательно Обязательно шерти Обязательно шерти